Меня зовут Сережа Прохоров. Я белорусский журноблогер, медиа-менеджер и активист. Больше пяти лет я посвятил независимой журналистике и участию в политической жизни страны. Делал все, что в моих силах, чтобы наше общество наконец вышло из комы беззакония, государственных издевательств, подавления личности, свободы слова и достоинства. Я был руководителем избирательного штаба одного из независимых кандидатов на местных выборах. Координировал медийную работу на выборах одной из политических организаций. Больше трех лет я посвятил работе в исследовательской организации, эксперты которой, не покладая рук, трудятся, чтобы госуправление в Беларуси стало современным и адекватным. Несколько лет я был сценаристом новостной сатирической программы. Делал передачу на Ютубе, которая показывала политические реалии Беларуси такими, какие они есть. Безгосударственной лжи и пропаганды. В конце прошлого года я придумал и запустил телеграм-агрегатор, который собирает посты из самых актуальных белорусских телеграм-каналов и помогает нашим гражданам, а особенно журналистам, оперативно получать информацию о том, что происходит в нашей стране. С конца прошлого года я сотрудничаю с Сергеем Тихановским и проектом «Страна для жизни». Был первым администратором Минского канала и чата СДЖ, которое так заботливо недавно уничтожили наши власти. Во время президентской избирательной кампании я помогал Светлане Тихановской в подготовке документов для ЦИК и ведения ее избирательной кампании. Многие мои коллеги, окружавшие меня в этих делах один за одним, абсолютно ни за что, оказывались за решеткой по сфабрикованным делам. Но я до последнего оставался в стране. Вместе с невероятными белорусами участвовал в протестных акциях и старался оборонить информационный фронт от прихлебателей, поехавшего на всю голову диктатора. И вместе со всеми неравнодушными жителями нашей прекрасной страны нам удалось сдвинуться с мертвой точки. В этом году народ Беларуси показал, что достоин уважения. Месяц назад, когда открытая охота на администраторов телеграм-каналов и журналистов Беларуси приняла новый оборот, мне пришлось уехать из моей страны в Украину. Но об этом чуть подробнее в конце выпуска. А пока давайте посмотрим, какой фашизм творил действующий режим последние несколько недель с белорусами. Но начнем мы с событий двухнедельной давности, которые и по сей день развиваются, и не самым лучшим образом. 12 ноября. Это просто какой-то адский день, даже по меркам сегодняшних реалей Беларуси. В этот день стало известно, что задержан наш хороший друг, политический аналитик и блогер Микола Дедов. Менты мало того, что издевались над Миколой, они еще, собственно говоря, взломали его канал, под пытками выбили пароль и стали, значит, размещать на его канале репостами свои пресс-релизы и посты с других провластных гадких каналов, которые обычно используются для того, чтобы запутрить людям головы. Собственно говоря, на видео, которое обнародовало МВД на своем пресс-канале, картинка следующая. Микола в состоянии, как будто его избивали и реально пытали. Собственно говоря, как позже выяснилось, так это, скорее всего, и было. Особенно доставляет закадровый текст, который говорит, что тут такой-то страшный анархист, значит, у него были обнаружены коктейли Молотова и крупные суммы денег для финансирования участников протеста. Значит, что касается крупных сумм денег, да, эти дебилы даже не удосужились реально что-то подкинуть, как Тихановскому, они тупо снимали как есть. И на видеокадрах вы можете видеть, что лежит конверт с надписью, например, переезд, да, где купюры, внимание, по 5 евро. То есть общая сумма там 50, купюры по 5-10 евро. Это крупные суммы, которые человек тратил на переезд, соответственно, наверное, для финансирования протестов у него там аж 20-ки какие-нибудь или 50-ки, да. Чуть позже Миколе предъявили уже стандартную статью по меркам какой-либо политической активности 342-ю за якобы организацию участия в массовых беспорядках. На днях объявился человек, который сидел с Миколой на окрестина и рассказал нам подробности этого зверства, которое, значит, творилось там с ним. Сразу начали бить, чтобы дал пароль от входа в систему. Потом начали душить подушкой. Когда стал задыхаться, дал пароль. Закончив обувь, каратели сказали, что теперь будут записывать видео. Его затолкали в кладовку и пустили туда слезоточивый газ. Затем вывели на улицу и перцовым газом залили лицо прямо в глаза. Завели в дом и пока не сняли видео, умыться не дали. В общем, они поставили Миколу к стенке, повесили на ней красно-зеленую тряпку и заставили вот под такими пытками и издевательствами прочитать текст, который ему был озвучен. Если он бы его не прочитал, опять же, ему угрожали дальнейшими избиениями и пытками. Собственно говоря, в этот же день были уничтожены каналы и чаты областные проекта «Страна для жизни». Эти уроды зашли в Телеграм с аккаунта Дмитрия Фурманова, администратор соцсетей «Страна для жизни», которого вместе с Стихановским задержали еще в конце мая. И запустили туда какой-то бот, которого они назначили, дали ему админочку. И этот бот выпилил абсолютно всех людей оттуда. На аватарке они поставили какие-то там непонятные изображения, переименовали все эти чаты в стиле «Светкины сектанты» и тому подобное. В этот же день, наверное, самое страшное событие последних дней, стало известно, что погиб Роман Бондаренко. Это человек, который накануне вышел во двор спросить у каких-то непонятных людей в балаклавах, какого хрена они творят. Такой была его реакция на то, как эти люди непонятные срезали белокрасно-белые ленточки. В ответ на это его избили до очень страшного состояния, ну и потом увезли в неизвестном направлении. В общем, человек попал в кому, и 12 числа стало известно, что он погиб. Что интересно, позже в Телеграме появились сливы, на которых человек, похожий на Дмитрия Баскова, это такой у нас председатель Федерации хоккея, который известен своим буханием водки в салоне автомобилей на заябатьковских пробегах и, опять же, участием в срезаниях белокрасно-белых лен. На этой записи, значит, два голоса, похожие на голос Баскова и на голос Борцуна Шакуты, который известен своим подлизыванием, Лукашенко обсуждает как раз инцидент с Бондаренко. Но об этом немножко позже. Спустя некоторое время появился еще один не менее интересный слив. На следующей аудиозаписи человек, похожий на Баскова, и человек, похожий на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмант, обсуждают, как они будут ездить по дворам, срезать ленточки, упоминают такие инструменты, как аэрозольчики и палочки. То есть, грубо говоря, чиновники такого уровня занимаются, хрен пойми чем, попутно с этим еще и бухают, как выясняется из самой записи, массандровское вино в неограниченном количестве. Вот еще интересное событие. Накануне дня, про который мы сейчас говорим, недодепутатша Мария Васильевич анонсировала закон, по которому белорусов можно будет лишать гражданства. Ну, вы, наверное, догадываетесь, каких белорусов захотят по этому законопроекту, который, очевидно, скорее всего, будет принят, лишать того самого гражданства. Белорусов, которым еще не насрать на свою собственную страну. В воскресенье, естественно, люди вышли на марш. Силовики в ответ начали закидывать их гранатами, вернувшись к своим методам, которые они активно применяли после выборов. Нам господин Лукашенко очень любит рассуждать, что вот, мол, те, кто выходит протестовать, это люди, поступающие не по закону. То есть это нам говорит человек, который за полтора своих года от избрания в 1994 и до референдума 1996 года, его декреты 17 раз, так сказать, конституционным судом были признаны не соответствующие полностью или частично конституции. То есть он накосячил в таких размерах и за такой короткий срок, что это просто, ну, тогда еще, конечно, было не 21-е, конец 20-го века, но все равно для Европы это было просто не мысль. И вот этот человек нам рассказывает, что мы должны соблюдать закон. В очередной раз, когда ОМОН атаковал людей, собравшихся во дворе перемен, люди, убегая, скрывались по подъездам. Силовики ворвались в эти подъезды, бегали, скучали дубинками по дверям квартир, доставали в некоторых случаях оттуда людей, которые от них укрывались, напуганных. И весь этот терроризм продолжался до утра. Практически всех, кто пытался с подъезда в двора перемен выходить на улицу, внизу ждали мусора, которые проверяли у них паспорта, то есть натуральный паспорт и контроль. Если прописка не говорила о том, что человек живет в этом доме, их паковали и увозили в ментовку. На следующей неделе началось очередное издевательство. Тупо отключили воду. Люди пытались выяснить, собственно говоря, что же вообще произошло. Потом оказалось, что кто-то залез в люк, открутил вентиль, заварил его гайкой. Водоканал заявил, что запчасти, которые нужны для ремонта, не так просто достать, а не за границей. В общем, натуральное издевательство. Спасибо горожанам, которые не оставили трудную минуту и стали подвозить на собственных машинах бутыли с водой. Потом у них пропало и отопление. Несколько дней люди находились вот в таком не очень приятном положении. Потом все же воду дали. 18-19 ноября в сети всплыли разговоры о Басково и Шакуте, о которых мы говорили раньше. Лив очень странный и беспрецедентный для белорусских реалий. На записи эти два клоуна обсуждают, что они не сильно избивали Романа, а потом передали его ОМОНу. То есть все это выглядит, как такая попытка спихнуть ответственность именно на какие-то силовые ведомства. Были версии, что это слили они сами, были версии, что это какие-то внутриэлитные разборки. А может, это вообще дело рук не наших спецслужб? Сам поехавший диктатор на эту тему недавно высказался на встрече с заводчанами Гомсельмаша. Я не знаю, если ты намекаешь на последние сливы, так называется, в телеграм-каналах, отдельные там разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня последней. Если это, то я тебе должен сказать и всем, не время. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Надо четко понимать, что, а это Александр Григорьевич массу раз демонстрировал, что он может быть элементарной игрушкой в чужих руках. Вот. Ведь он же получает информацию, словно говоря, из папочки. Вспоминаю ту площадь 10-го года, ведь он же искренне сказал, это я дал команду ее разогнать. А почему он дал команду? Ему же непрерывно докладывают. Александр Григорьевич, вот они уже идут, вот сейчас начнется штурм, вот уже привезли заточки, а там у них где-то там уже взрывчатка оружия. Что делать? Давить их. Понимаете? Поэтому и сейчас он находится исключительно в информационном поле, которое ему сформировали. А среди этих военных, этих силовиков уже практически только люди, которым в Европу и прочее выход давно, то есть недавно, но перекрыт. Их мнение, этих людей, мнение Европы, санкций не волнует абсолютно. И что будет с экономикой, это не их стезя, они это не волнуют. И в этом плане они могут сформировать у того, кто якобы принимает решения, а на самом деле он никаких решений сам не принимает, вот любое мнение, любое. На этой же встрече он сказал, что любыми методами будет избавляться от национальной символики. Назвал он ее при этом фашистской. Сам он, конечно же, к фашистам себя не причисляет. Что касается фашизма, вот ко мне это никак не приклеишь, потому что я интернациональный человек. Уже видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий. Потому что фашизм, по мнению господина Лукашенко, это высшая степень национализма. Прежде чем нести всю эту пургу, ну, зашел бы хотя бы в Википедию, прочитал, что такое фашизм на самом деле. Читает Лукашенко или не читает в словарях значение слова фашизм, фашист все равно ты. Слово о не наших спецслужбах. Это примерно в эти же дни в телеграм-канале, который, значит, по мнению большинства, ведется представителями ФСБ, был размещен следующий пост. Лукашенко дал указание подготовить смертные приговоры для нескольких заключенных, которым будет предъявлено обвинение в терроризме. Ведется работа с задержанными, ранее анархистами. Из них выбивают имена заказчиков и вдохновителей акций прямого действия против власти. А теперь еще интереснее. На следующий день после размещения этого поста объявляется о закрытии канала. Мы же сейчас все прекрасно понимаем, что нет предела совершенству в издевательство к действующему режиму. Но будет очень страшно, если некоторые дела, например, переквалифицируют террористические. И Лукашенко сможет шантажировать этими смертными приговорами, которые, возможно, будут впоследствии вынесены. Например, Евросоюз. Значит, еще один интересный момент. Через несколько дней автора телеграм-канала «Нефта» Степана Путила и Романа Протасевича, который был не так давно еще его главным редактором, вносят в список террористов. Дальше вокруг этой ситуации с Романом Бондаренко вообще начал происходить какой-то полный ад. Значит, врача, который якобы разгласил тайну о том, что медицинское свидетельствование показало у Бондаренко все по нолям, завинтили и завели на него уголовное дело по, опять же, якобы разглашению врачебной тайны. Только вот интересен, какой момент. Какая это врачебная тайна, если власти утверждают, что Бондаренко был пьяный, а в тайне, собственно говоря, разглашается, что он был абсолютно трезв. Также задержали и засунули в СИЗО КГБ журналистку Екатерину Борисеевич, которая писала про все это дело и опубликовала, собственно говоря, результаты вот этой экспертизы. Она до сих пор находится в СИЗО КГБ. На фоне всего этого Лукашенко замутил кадровые перестановки в МВД. Вот, например, господин Карпенков, который возглавлял до этого ГУБОПИК, который известен своим издевательством над теми же анархистами и разбиванием витрин на мирных маршах, был назначен командующим внутренних войск. И вообще, это какая-то генерал-губернаторская система в последнее время вводится. Вы заметили, что, условно говоря, самые отбитые на голову силовики недавно тоже были назначены на пласты помощников президентов по разным регионам. Все это выглядит как какая-то гражданская война с собственным народом, где в определенных регионах, собственно, есть вот эти условные генерал-губернатора, которые отстаивают действующий фашистский режим. Тварищи, прекратите бессмысленное окравопролитие. Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться. Воскресенье 22 ноября конченные зверь в балаклавах продолжают издеваться над мирным населением, которое снова выходит, естественно, на марш. Людей опять начинают закидывать светошумовыми гранатами, но им уже кажется пофигу даже на это. Они стоят до последнего, а ложки-петушки без сил вываливаются из собственных машин, порождая новые мемы. С такой сраненькой поддержкой, конечно, боевой дух, наверное, падает, да? Вот посмотрите, например, на эти веселые кадры. Ольга, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, чья была инициатива так вот встретить ребят? Общая. Вот они, сторонники Лукашенко, которые поддерживают действующий курс. Сотни тысяч белорусов вышли поддержать ОМОН, который стоит на страже нашей безопасности и порядка. 21 числа Ябаськи пытаются организовать большой концерт в поддержку своего бога, но на него приходят какие-то пару десятков отбитых людей и не менее отбитых музыкальных исполнителей что-то пытаются исполнить со сцены. Все это заканчивается позорным анонсом отмены великого супер-Ябаськовского митинга, который был назначен на 25 ноября. Причина отмены супер-митинга коронавирус и опасность большого скопления людей. Ну, собственно говоря, короны они не первый год прикрываются, поэтому шо уж там ничего нового мы понимаем. Понимая опасность ситуации мусора продолжают угрожать блогеров, некоторых из них задерживают. Все это дело выкладывается в канале при службе МВД и на их ютубчике. Многие видосы, кстати, после этого они стыдливо скрывают, ставят доступ по ссылке. В различных частях республики начали действовать так называемые блогеры. Это отдельные элементы, которые занимаются вот такой вот подрывной деятельностью в нашем государстве, которые всячески пытаются склонить с наших сотрудников к тому, чтобы они прекратили несение своей службы по охране общественного порядка. Их неосновная задача была, заключалась в том, чтобы найти любые малейшие какие-либо эпизоды, зафиксировать их, нарушения, возможно, каких-то мелких, небольших, каких-то ошибок в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Да все видели эти малейшие эпизоды, мелкие ошибки и нарушения. Я бы это назвал несколько иначе. Правоохранительный блок уже давно ходит с расстегнутой ширинкой. Ему просто предлагалось ее застегнуть. А теперь он и вовсе штаны снял. И не думайте, что вы скроетесь где-то за границей. Найдем и достанем всех. Попробуй, достань. Понятно, что многие талантливые белорусы уехали, часть из них уже посадили, но не стоит падать духом. Мы получили, так сказать, эффект завышенных ожиданий. Эти события, которые разворачивались, не могли иметь победного финала. И я объяснял почему. Потому что первое условие, первое условие победной революции это так называемый или первый фактор, системный фактор. Системный фактор в нашей стране не сложился. Если мы вернемся к перестройке, то вот в конце 80-х годов советская модель полностью себя исчерпала. Исчерпала ее экономическая составляющая, политическая, социальная. Доходы людей не росли. Власть влезла в войну в Афганистане, которая кроме гробов ничего не приносила. Вот. И как я уже говорил, сложившейся ситуацией была недовольна сама номенклатура. И поэтому, что произошло тогда? Произошло классически для российской цивилизации история. Рухнуло государство. Оно рухнуло без давления снизу. Оно просто исчерпало себя. А уже рухнувшее государство возбудило людей. И мы вспомним, как и в Беларуси в Минске площадь заполнялась, да? Как в Москве там где-то там на Горбатом каком-то мосту, я не москвич, собиралась чуть ли не миллионная, так сказать, аудитория. В Беларуси ничего этого, вот этой части нет. Мы имеем достаточно консолидированный режим. И поэтому во всех этих событиях, если посмотреть, ведь это не была борьба за власть. Это Александр Григорьевич нас пугает и рассказывает, что эти люди готовились чуть ли не 9 числа штурмовать и дом правительства, и там и то, и то, и администрацию. Никто же ничего не собирался штурмовать. Вот. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, не есть борьба за власть. Но это очень важное событие. Это есть наработка опыта совместных действий. У нас ведь происходит не просто рождение, но еще только рождение гражданского общества. У нас происходит рождение общества. Потому что общество это не сумма людей. Вот есть границы Беларуси, тут живет 9,5 миллионов человек. Ура, это белорусское общество. Это все, что угодно, только не общество. Общество это люди, связанные какими-то совместными целями. Люди, ставящие перед собой совместные задачи. И вот эти процессы идут. И это огромный успех того, что произошло. Ну, а для революции, помимо, значит, системного фактора, нужен повод. Вот повод у нас был, да, мы его обсуждали. Это та надежда, которая зародилась в процессе выдвижения кандидатов. А что еще нужно? Еще нужен, так сказать, субъективный фактор. То есть, вот по-ленински рассуждая, некая руководящий центр. И центр руководящий как, ну, он именно руководящий борьбой за власть. Такого центра у нас и не было. И никто не ставил таких задач. Выход там женщин с цветами без цветов. Понимаете, непосредственно к борьбе за власть никакого отношения не имеют. Сам по себе фактор стояния на площади сотен тысяч это только один из факторов. Его недостаточно изменить ситуацию. Поэтому, конечно, возникало и формировался некий революционный момент. Но он только формировался. И о победной революции сейчас не могло быть и речь. Но, вы понимаете, для того, чтобы Месси стал Месси, он должен был годами тренироваться. И для того, чтобы общество совершило в конце концов некое победное действие, оно должно пройти через целый ряд каких-то, то, что внешне выглядит как неудача. Но эта неудача выглядит только для тех, кто наивно полагал, что вот таким противостоянием мы изменим режим. Такой возможности не было. Самое главное, что произошло, это мы накопили некий опыт совместных действий. Правильно? В том числе этот опыт очень активно проявлялся в массовых мероприятиях. Теперь этот опыт надо опускать на микромероприятия. Люди и сейчас предлагали огромное количество решений. И вот все эти решения надо поддерживать на микро. Вот это общество должно нарабатывать вот этот опыт. А потом произойдет, возникнет какой-то повод. Развод это не событие, это процесс. Что же делать? Ребята, объединяйтесь в локальных чатах. Вот замечательный сайт, где есть карта всех локальных чатов по районам Минска, по районам страны, по городам. Открывайте карту, находите точку, где вы живете, вступайте в чат и в телеграм, координируйте свои действия, выходите на протестные мирные акции. Не забывайте, что в этих чатах всегда огромное количество сотрудников спецслужб, поэтому будьте осторожны. Но держите связь между собой прежде всего на самых локальных уровнях, на уровне улиц, микрорайонов, подъездов, домов. Ну а всем, кто уже уехал из страны, хочется напомнить, если у вас есть посольство Республики Беларусь в вашем городе, выходите на акции к посольству. Например, в Киеве напротив белорусского посольства на днях установили мемориальный крест в память о жертве режима Лукашенко Романе Бондаренко. Неравнодушные украинцы и белорусы охраняют мемориал, сменяя вахтами друг друга, защищая его от сотрудников посольства, которые при первой же возможности, как только там никого не будет, все это спилят, естественно, разгромят и очистят. Можно пару слов о том, как вы здесь оказались? Меня зовут Алиса, моя фамилия Артулина, я живу в Украине, я украинка, и я очень хочу помочь белорусам победить психопата, который сейчас справит Белоруссию, и который просто убивает свой народ. Подобные мемориалы можно устанавливать по всему миру, охранять их, выходить на протестные акции в вашей стране, в вашем городе, собирать людей, создавать те же самые чаты в Телеграм, координироваться, главное не падать духом. Всех задавить, выслать из страны и посадить невозможно. Не забывайте, что каждый день сейчас приближает нас к тому моменту, когда больной на голову человек назначивший сам себя президентом этой власти лишится. Не сдавайтесь. Ребят, здесь в Украине я запустил проект, который называется Белкраинец. Я там буду рассказывать про какие-то местные белорусско-украинские движухи, про интересный украинский опыт реформ, активизма, других вещей, которые могут помочь нашей стране. Поделюсь личным опытом своей эмиграции. Там будут истории беженцев, самых талантливых и интересных белорусов, которые под давлением Лукашенко и его прихвостней вынуждены были уехать из родной страны. Будет интересно. Приглашаю вас посмотреть вступительный ролик. Обязательно подписывайтесь на ютубе и в других социальных сетях. Будем вместе и там. А на Рудобельской показухе я продолжу делать политанализы, которые теперь будут еще честнее и жестче.